Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 658. Вычислите значение буквенного выражения по образцу. Образец А решён. Разберём его. Буквенное выражение 10-4х при х, равное минус 5. Итак, записываем. При х, равное минус 5, выражение 10-4х превращается в числовое, а именно, вместо буквы х мы подставляем число минус 5. Получаем 10-4 умножить на минус 5. И высчитываем его. 10 плюс 20 равно 30. Итак, запишем точно так же все остальные выражения. Б. Итак, записываем выражение 2х плюс 1. При х, равном 5, мы получаем буквенное выражение 2х плюс 1 превращается в числовое. 2 умножить, вместо буквы х, ставим число 5. Больше ничего не меняем в этом буквенном выражении. Ни числа, ни знаки. Получаем, осталось сосчитать 2 умножить на 5, 10 плюс 1, 11. В. Итак, буквенное выражение 6 плюс 8х. При х, равном минус 1, мы получаем буквенное выражение 6 плюс 8х записывается в виде числового выражения следующим образом. 6 плюс 8 умножить, вместо буквы х, число минус 1. Ничего больше не меняем. Осталось сосчитать. 8 умножить на минус 1, минус 8. 6 плюс минус 8, получаем минус 2. Г. Г. Буквенное выражение. 5 минус 4а. При а, равном 2, буквенное выражение 5 минус 4а записывается в виде числового выражения следующим образом. 5 минус 4, дальше знак умножить, вместо буквы а, число 2. Осталось сосчитать. 4 умножить на 2, 8. 5 минус 8, получим минус 3. Сложение чисел с разными знаками. 3 минус 7а. 3 минус 7а. Буквенное выражение 3 минус 7а. При б равном минус 2, буквенное выражение 3 минус 7а записывается в виде числового выражения. 3 минус 7, дальше знак умножить, вместо буквы b, число минус 2. Осталось сосчитать. Минус 7 умножить на минус 2 будет плюс 14 и плюс 3 будет 17. Мы выполнили номер 658. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.